Психологические трюки, которые навсегда изменят вашу жизнь. Я обещаю себе шоколадку, если закончу сложную работу. А когда всё будет сказано и сделано, я говорю себе, ха-ха, нам вообще-то нужно следить за своим весом. Не знаю, как я всё время попадаю в свою же ловушку. Если собираетесь у кого-то что-то спросить, во-первых, попросите чего-то большего, от чего, как вы знаете, откажутся. Затем попросите то, что вам действительно нужно. Что-то вроде, ты можешь помочь мне в эти выходные и позаниматься со мной. И человек откажется, сказав, извини, чувак, я занят. Тогда я могу позаимствовать твои конспекты, чтобы скопировать их. Человек почувствует плохо себя, говоря нет во второй раз. Поэтому с большей вероятностью скажет, да, но правда, это не всегда работает. У меня есть таблица ежедневных задач, которые я хочу превратить в привычку. Например, засыпать и вставать рано, заниматься спортом, читать каждый день в течение часа и так далее. И когда я заканчиваю, я ставлю себе звездочки, равные тому, насколько сложны были задачи. В конце недели я считаю звезды и награждаю себя покупками на 1-2 доллара за каждую заработанную звезду. Дело в том, что я не зарабатываю деньги, это просто мой доход. Но мне нравится делать вид, что я не могу потратить их на то, что хочу. Если только я не потрудился для этого дополнительно. В противном случае, я откладываю эти деньги на сбережения. Притворись храбрым на 5 секунд, потом еще 5 секунд, затем еще 5. Прежде чем вы это осознаете, люди не поймут, что ваша парализующая социальная тревога сдерживается ровно настолько, чтобы она успела пройти. Есть способ, как можно бороться с плохими мыслями. Большинство этих мыслей возникает, когда я пытаюсь заснуть. Обычно, когда это происходит, я слушаю аудиокнигу. Но в последнее время, я пытался отвлечься, считая от 100. Каждый раз вычитывая 7. Цифры заканчивались слишком быстро, поэтому я делал это снова и снова. А затем начал с 500. Негативные мысли и воспоминания – настоящая проблема ночью. Зато утром я просыпаюсь и думаю, ага, теперь все снова неплохо. До того, как я женился и завел детей, я часто оказывался в ситуации, когда я ждал где-то в очереди, и передо мной стояла женщина. Она держала за руку маленького ребенка, а он смотрел на меня. Итак, мы с крошечным малышом просто смотрим друг на друга. Мне всегда в таких ситуациях хотелось корчить ребенку в веселой рожице, но я всегда слишком боялся, что его мама обернется, испугается и подумает, что я какой-то извращенец, маньяк или что-то в этом роде. Хорошо, перенесемся в наши дни. Теперь я женат, у меня есть дети, и я снова стоял в очереди. И снова женщина стоит передо мной с ребенком на руках. Мне было все равно, поскольку я сам папа, поэтому я начал смешить маленького мальчика. Мама с улыбкой повернулась ко мне и сказала что-то приятное. Но потом мне пришло в голову, что она понятия не имеет, что я тоже родитель. Она просто была счастлива, когда кто-то рассмешил ее ребенка. Я всегда мог это сделать. Осознание этого поразило меня, словно ослепляющая вспышка. Если кто-то отпускает про вас язвительный комментарий, ведите себя так, как будто его нет. Просто игнорируйте его. Я знаю, что иногда вы не можете просто этого сделать. Но если вы все-таки сможете, иногда интересно наблюдать, как быстро люди сдаются и обижаются, когда им не уделяется внимания. Или можно сделать вид, что вы не слышите этого человека и сказать, что? Можешь повторить, я тебя не расслышал. Это сразу поставит его в неловкое положение. Особенно если вы будете рядом с другими людьми, и он никогда больше не сделает ничего подобного, по крайней мере с вами. Когда вы идете навстречу кому-то, смотрите в том направлении, в котором хотите пойти, чтобы избежать этого неловкого танца, когда вы и кто-то на вашем пути пытаетесь пропустить друг друга, отступая вправо и влево одновременно. Когда я беру у кого-то интервью или пытаюсь собрать информацию, я делаю длинные паузы в разговоре. Это заставляет людей чувствовать себя немного неуютно, и они просто продолжают говорить. Это позволяет мне выудить у них больше информации. И иногда такое, что я и не думал спрашивать. Кроме того, если незнакомец недоволен мной, по крайней мере в контексте работы, я тоже ставлю в разговоре паузы. Очевидно, что я твердо придерживаю своей политики или позиции, но кроме спокойного повторения, да, я понимаю, но бла-бла-бла, я ничего не говорю. Либо собеседник понимает, как мало ему нужно было сказать, и начинает повторяться. Либо добавляет новую информацию, которая движет наш разговор вперед. Когда меня беспокоят негативные воспоминания, я сосредотачиваюсь на своих чувствах, например, оглядываюсь и прислушиваюсь к своему окружению. Эта форма простой внимательности также помогает минимизировать беспокойство, например, боязнь будущих событий. Еще один метод заземления, который тоже работает. Назовите пять вещей, которые вы видите. Четыре вещи, которые вы можете услышать. Три вещи, которые можете потрогать. Две вещи, которые можете почувствовать. Одна вещь, которую можете попробовать. Это избавляет от мыслей и дает больше контекста с физической реальностью. Я говорю своим детям, «Так, у нас на ужин будет название отвратительной еды». Затем, когда я слышу нытье и капризы, я говорю, «Хорошо, а как насчет более хорошей, но все же нормальной здоровой еды? Насчет которой они обычно капризничают, и которую я на самом деле все равно собиралась приготовить. Внезапно все радуются ужину. Я называю это подготовкой. Попросите чего-то большего, чтобы нормальные вещи выглядели разумно». Это похоже на торговлю, когда вариант кажется хорошим, исходя из теории относительности. И теперь его сравнивают с более высоким. Здоровая еда против отвратительной, а не со всякими более низкими вещами, вроде пиццы. Я поливаю руки теплой водой, когда чувствую тошноту или боль в животе, чтобы отвлечь подсознание от ощущений в животе. Это хорошо работает всякий раз, когда у меня обостряется гастроэнтерит, или когда у меня действительно сильное похмелье. Я пытаюсь удержать в желудке лекарство от тошноты достаточно долго, чтобы оно подействовало. Когда я собираюсь заплакать, я начинаю неприятно и глупо смеяться, пока не осознаю, насколько нелепо я выгляжу, а затем начинаю смеяться по-настоящему. Пожалуйста, пробуйте это только в одиночестве. Говорите «спасибо за понимание» после того, как вы сказали кому-то что-то, что ему не нравится. Например, про какое-то правило или про личные границы. Это помогает удерживать людей от споров. Они не хотят выглядеть так, будто не понимают вас. Иногда, когда я нервничаю, я кладу руки на теплую кружку кофе, или вообще буквально что-нибудь теплое. Может быть даже бутылку воды, которую я предварительно согрел в микроволновой печи. И так как тепло в ваших руках, это ощущение, напоминающее, будто вас за руку кто-то держит. Или ощущение тепла, чего-то прикосновения. Это заставляет вас успокоиться. Я делаю это постоянно, когда нахожусь в стрессе. Я знаю, что ее зовут не Лиза, но если я скажу ей «Привет, Лиза», то в конце концов она подойдет ко мне и скажет «Меня зовут не Лиза, я Дженнифер». Я извинюсь перед ней и скажу «Я думал, что ты та Лиза, которая злилась на меня за то, что я не позвонил». И с тех пор Дженнифер, или как там ее зовут, будет думать, что я встречался с девушкой, которая выглядела так же, как и она, которую я отвер. У нее разовьется бессознательная потребность завоевать мое одобрение, и это победа». Это довольно популярный трюк, который мне нравится. Когда кто-то очень увлечен своей речью, вы можете дать ему все, что захотите, и он будет держать это. Я использую это, чтобы избавиться от ответственности. Например, даю кому-то вещь, которую кто-то потерял. Иногда я просто использую это, чтобы повеселиться, глядя на кого-то, просто держащего без причины банку тунца. Будьте вежливы. Это заставляет людей думать, что вы дружелюбный и работоспособный взрослый, хотя на самом деле это всего лишь первый шаг к манипулированию ими, чтобы получить то, что вы хотите. Смотрите в том направлении, куда вы идете, и люди, идущие с противоположной стороны, будут обходить вас. Это работает, поэтому вам не нужно будет метаться влево-вправо, когда вы идете куда-то. Люди увидят в ваших глазах сосредоточенность на чем-то и подумают, что вы, наверное, торопитесь и вас лучше пропустить. Когда я не хочу идти в спортзал, я говорю, «Хорошо, я пойду туда всего на 15 минут». Прекрасно знаю, что не надевал спортивную одежду и шел в спортзал всего 15 минут. После 15 минут на эллиптическом тренажере или беговой дорожке я говорю себе, что могу пойти домой, но затем говорю себе попробовать еще 15 минут и обычно в итоге тренируюсь не менее 45 минут. Думаю, это работает, потому что в те дни, когда я действительно не могу заниматься более 15 минут, когда безумно устаю, меня не грезет чувство вины, ведь я задерживался в спортзале в другие дни. У нас на работе каждое скрипучее кресло рано или поздно смазывают. Я видел, как хорошо это действует, и поэтому теперь если мне что-то нужно, я становлюсь вредным и нетерпеливым, пока не получу это. Так делает и мой коллега. Он получил повышение зарплаты трижды за 9 месяцев. Он тот еще засранец. Я действительно люблю его, как друга, но ненавижу работать с ним. Он просто делает что-то, что немного отличается от его стандартной работы. Затем идет к своему боссу, подсчитывает, сколько он внес в компанию и требует компенсации. Он очень напористый. Когда я попытался сделать так же, мой босс сказал, мы небольшая компания, и каждый иногда должен делать вещи, выходящие за рамки их должностных обязанностей. Применяйте этот способ осторожно. Некоторые люди настолько упрямы, что если вы рассердите их, они могут игнорировать вас вам назло. Вместо того, чтобы сказать не могу, скажите не делаю. Например, если вы хотите похудеть, не говорите я не могу это съесть, а скажите я не ем это. Таким образом, это становится выбором, а не ограничением. Людям не нравятся ограничения, они чувствуют, что это что-то навязанное им. Поэтому вы с большей вероятностью сделаете то, чего они должны делать. Если это выбор, у вас гораздо меньше шансов съесть то, что вам не следует съесть. Потому что вы решаете этого не делать, а не избегать этого. Потому что вы чувствуете, что не должны так делать. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok